Витрина «Царь мяса» как музейная полка. Целое поросячье семейство на лесной опушке, в окружении колбас, рулетов и мясных деликатесов. Среди новинок выпущены специально для детей молочные сосиски, вареная колбаса и сардельки. Все со сказочными названиями «Белоснежка» и «Дюймовочка». Мясоперерабатывающий комбинат не обделил вниманием и взрослых. На их вкус в витринах с логотипом «Царь мяса» было представлено несколько сотен видов продукции. Принцип «Царь мяса» на нашем эллипсе написано – это возрождение вкуса. Того вкуса, может вы не помните, я это помню, которое было самым главным в потреблении человека – это качество. И никто тогда, ну редко, редко кто-то сомневался, что покупал некачественный продукт. Мы вот для себя поставили задачу даже дешевую продукцию, даже дешевую, возможно и субпродуктов и так далее делать качественным. Качество продукции мясоперерабатывающего комбината ежегодно приносит предприятию призовые места на многих конкурсах. В том числе на Свенской ярмарке «Царь мяса» ежегодно признается лидером отрасли. Но призы и грамоты, по словам Бориса Бадырханова, отнюдь не главная цель комбината. Участие в ярмарке – это своеобразное представление отрасли и динамики ее развития. Руководитель предприятия заверил, что и сегодня производство не стоит на месте. Но речь идет не только о новом ассортименте продукции, но и о масштабных инвестиционных проектах. Мы реализуем сегодня большой проект в Выгоническом районе. Пять площадок, строительство цена комплексов на 300 с лишним тысяч голов. Вот это серьезно. А то, что мы представили свыше 300 наименований продукции, начиная от консерв мясных, кончая колбасными изделиями, ну это текущая работа. На Свинской ярмарке 2011 мясоперерабатывающий комбинат вновь обошел конкурентов. И за текущую работу, и за грандиозные планы он вновь был признан лучшим. В номинации «Развитие» жюри конкурса пищевых и перерабатывающих предприятий единогласно присудило первое место «Царь мясу». Полагающийся за победу приз «Автомобиль» руководство предприятия уже неоднократно передавало в приюты и детские дома. Возможно, и на этот раз какое-нибудь учреждение области получит подарок к новому учебному году. Елена Бочкарева, Максим Кузнецов, События, Брянск.